Тема героя Про жизнь одиноких сердец, у каждого фильма свой конец. Сегодня мы присутствуем на маленькой технической встрече клуба VSD-Sклад.org Я приехал в гости к своему другу и коллеге Юрию И он сегодня нам продемонстрирует, что может его оборудование В том числе стать диагностиком, автологиком, еще кое-какие девайсы И нам сегодня Юра все продемонстрирует Например, мы взяли машину E-класс в 211-м кузове У нас мотор CDI, дизель Но вы потом видите, почему я акцентирую на это внимание Потому что с этой машиной все так просто Тут есть маленькие нюансы, она только куплена И он немного преобразит И сделать на ней все заводские установки Юля, где вы находитесь? Вы нам скажите, что это за радость Пуховская льва Кубная СТО Вы тут делаете МВСДС, да? Да, по МВСДС В данном случае машинка попала в руки после кулибинов, которые поменяли в ней половину блоков Она имеет неродной ВИН-код по блокам Она имеет неродной пробег по блокам Она имеет, в принципе, обозначение неродного двигателя по блокам Это все мы сегодня вернем на место А мы сейчас сможем пробег изменить? Включи посмотрите Все сделаем А сейчас пробег, я так понял Сейчас пробег отмотан и составляет 160, чем-то тысяч Мы поставим пробег 220 тысяч По просьбе хозяина Поиграемся с ключами, да? Да, посмотрим, покажем просто возможности оборудования Я думаю, что Работы достаточно Для того, чтобы не просто баловаться Мы сейчас подошли к машине И будем смотреть пробег Который установлен Пробег 194, 961 Сейчас Юра подключит оборудование Тогда продолжим Посмотрим, что нам дал краткий тест У нас есть ошибки по заданной конфигурации Мы видим, что у нас блок УБФ Это нижняя панель управления Запрограммирована как есть На самом деле его нет Потому что этот блок ЦГВ Скорее всего, убрался с другой машины И были произведены очень коряво кодировки Сейчас мы попытаемся это все исправить Сейчас мы проверим текущий пробег Который отображен в блоке Это блоки называется ЕЗС Сейчас я посмотрю 194, 713 И мы сейчас проверим ВИН-код автомобиля И ВИН-код у нас отображается Так, мы сейчас сняли Один, один, один так Видно, да? Да, да Сейчас мы попытаемся Зайти в блок управления двигателя Он пишет нам версия ME 9.7 Но вариант блок управления неизвестен Поэтому диагностика доступна только в маленьком объеме Связано с тем, что не соответствует Да, у нас идет несоответствие вообще Мотора, кузова Пробега, ничего Сейчас Юрий будет снимать щиток приборов И будет снимать замок зажигания Там нам нужно кое-куда подпояться И произвести техническое вмешательство В блок для корректировки пробега И ВИН автомобиля Сейчас нам Юрий расскажет в двух словах Что мы делаем Конечно, не будут указаны всякие тонкости Но в общем плане Вы сейчас все поймете и сами все увидите Берем замок зажигания нашей автомобиля Через тест-поинты подключаем к моему программатору Я через компьютер определяю тип процессора Сейчас мы сделаем вычетку EPROM И полного флеша звука Сделаем в специальном редакторе корректировку показаний И запрограммируем все эти данные обратно в замок Такая вот процедура Сейчас мы сохраняем все файлы Чтобы можно было сделать бэкап В случае неудачной прошивки Или там некорректной Мы можем все вернуть обратно Так как было до нас Сейчас Юра открыл дамп EPROM И мы можем увидеть пробег На этой машине Служился 4 и 713 Сейчас постараемся Изменить в большую сторону Как заказывал клиент Потому что автомобиль до покупки Как бы Владелец автомобиля был не первый хозяин И пробег скрутил предыдущий хозяин В меньшую сторону Мы сейчас поставим пробег в большую сторону Юра указывает пробег 220 тысяч Сейчас эта информация будет пересчитана И занесена в блок управления замком зажигания Этот пробег соответствует реальному Который был проверялся в сервисном центре Сейчас мы в замок Запишем исправленные данные С родным пробегом С родным пробегом С родным пробегом 220 тысяч И номером узела Объясним Сейчас domestic Запись 2007 исчезимого перепроверка да уже быстро работает смотрю автологик это не автологик это что атака 500 автологик будет попозже но я вижу смог остаться целый полностью да то есть он просто как бы чуть механически забрался но он остался полностью цену да то есть опять механически собирается это последствия что очень быстро 10 минут все готов к установке аккуратно разбираем тимборную панель снимаем кожух будем доставать микросхему отвечающую завтра пик а может нам эту схему показать это как бы мануал для чайника да очень не рекомендую за мной повторять и приезжайте мне это делать за немало и деньги процесс запатентов так если на мире покажет микросхему вот собственно говоря микросхемка отвечающая за зону памяти приборной панели которые сейчас вы демонтируете и будете встать сейчас я выпаю панельной станции поставлю в программатор юра уже интегрировал микросхему устройство ак-500 если постараюсь приблизить зумом видно схема находится в слоте специальном сейчас попытаемся запрограммировать ну вот открываем программы опять таки видим наш пробег старый сейчас мы будем встать пробег новый все сейчас мы это дело сохранимся проверим все эти номера тут все у нас нормальненько мы видим очень много цифр но не рекомендуем сюда залазить если у вас нету знаний потому что тут можно очень много что натворить по крайней мере изменение хотя бы одной цифры придет к неповторимому процессу и вам просто будет надо будет купить новый щиток прибора мы видим сейчас пробег 220 тысяч он будет отображаться на щитке прибора потому что предыдущий хозяин смотал его в меньшую сторону что сейчас происходит я записываю в память щитка прибора новые данные все что какие то лампочки моргают на этом приборе да это вот можно посмотреть штучка штучки делается донирование ключей mercedes вы можете залить там любой ключ там любой софт под любую машину да но мы это увидим я думаю сегодня вряд ли мы успеем ключик почитаем все готово да теперь мы сейчас достаем эту маленькую микросхинку сейчас мы ее запаяем назад в щиток прибора а можно поставить положите на руку сейчас поставлю да очень-очень маленькая но очень полезная штучка мы сейчас подкинем по воздуху щиток прибора и подкинем за мной и посмотрим результат результат юрной работы щиток уже видно показывает 220 тысяч сейчас создаем да на щитке мы видим 220 тысяч до этого была совсем другая цифра вы можете начать фильм посмотреть и сейчас юра поставит на место замок зажигания и посмотрим что с это получится по крайней мере с пробегом мы уже разобрались в этой машине он теперь уже будет честным который был изначально в этой машине по факту сейчас мы проверим ключ принимается ли он потому что замок разбирался да мы видим что ключ принялся юра попытается автомобиль заводится да автомобиль заводится никакие проблем нету а вы свечество чек так как у нас не соответствует данной центральной шлюзи которую мы сейчас будем корректировать юра 1690 она может купить этот прибор но там работают только на сертифицированном оборудовании и по закону просто они не имеют права покупать и пользоваться таким прибором потому что там идут все другие задачи и всем другие качества услуги вот сейчас мы возьмем наш автомобиль и будем посмотреть его центральный шлюз что у нас в нем написано так так важную информацию если он вам расскажет если посмотреть внимательно на данные можно увидеть центральный интерфейс автомобиля который был установлен в этот автомобиль был тоже опотмотанный и содержал 219 998 километров вот его вернули на 190 там несколько там 170 тысяч и продали людям как родной пробег в общем и забрали и забрали себе старое оборудование очень классное движение сейчас мы поменяем с помощью этого оборудования пробег в центральном шлюзе вернем и тот тоже грудные показатели это мы уже видим третий пробег на этой машине да так подождите 220 220 220 220 220 программирование выполнен все Юрий вычитал замка информацию по поводу ключей мы видим 8 шин и видим номера ID ключа я так понимаю два ключа активированы все стороны ключи не активированы в принципе мы по этим данным можем сгенерировать прошивку под любой из оставшихся 6 ключей или же заблокировать утерянный ключ что в принципе довольно таки полезная функция ну да если вы потеряли ключ можно просто заблокировать или просто стерять шины и никто уже не сможет воспользоваться даже если он его и отыщет вот настолько я понимаю да после прошивки можно по примеру почитать сейчас мы попробуем вычитать ключ с помощью устройства ключ мы интегрировали в устройство идет процесс вот есть данные есть история есть информация о том что ключ активен подвязан к машине есть собственно говоря с SSD ключа самого его уникальный номер ну вот это контрольная сумма то есть здесь мы не видим сумму прошивки ключа по этим данным мы не можем создать ключ для того чтобы увидевшие на экране картинку могли сделать ключ для этой машины это как бы проверка того что мы умеем делать для того чтобы записать можно сначала сгенерировать прошивку и специальным образом через программатор этот ключ прописать вот такая вот штучка а то можно любой ключ с LBS 3 системы переписать любой ключ который бэушный или новый пустой сначала если допустим он записанный он трется сначала а потом записывается на него нужная нам прошивка вот так вот спасибо тема героя фильмов про войну или про первый полет на луну или про жизнь одиноких сердец у каждого фильма свой конец никого не жалко никого ни тебя ни меня ни его никого не жалко никого ни тебя не меня не его